Здравствуйте, Константин Васильевич. Здравствуйте, Данил. Константин Васильевич, можете мне подсказать, что представляет экзамен по физике в формате ИПЕ? Ну, ЕГЭ-формат для нас уже достаточно известный, более 10 лет проводится в Алтайском крае, и есть некая разбивка на части, которая нужна школьнику для нормального ответа. Само задание представляет собой три части, части А, Б и Ц, они отличаются друг от друга по сложности, по вариантам выбора ответов, но структура условно может быть поделена на четыре части. Первое – это табличные данные, константы и прочее, то, что раньше школьник, может быть, должен был держать в голове, сейчас структурировано и вынесено вперед. То есть даже множественные приставки, которые, вообще-то, школьнику, который хорошо готов, надо помнить, они есть все – гравитационная, постоянная, заряды электронные и прочее, прочее. Следом за этими константами и, собственно, сами задания и начинаются. Часть А с этого года разбита на две группы. Первая группа состоит из заданий, в которых вообще не требуется применение калькулятора. Там ответы выбираются, исходя из знания формулировок, законов, ну и некоторых общих представлений. Остальные четыре задания части А, они сгруппированы с частью С, потому что там требуется выполнение некоторых расчетов и умение отгубления. Следом за частью А идет часть Б, там всего четыре задания, однако они имеют достаточную важность. Ну и последняя, третья группа – это четыре задания части А, как я уже сказал, и шесть задач из частей тех самых классических задач, которым, собственно, готовят в школе. Сам экзамен по времени у нас теперь составляет четыре часа, что, конечно же, удобнее, чем вот три с половиной часа, которые были раньше. Сергей Васильевич, вот мы на экзамене получили как бы первичный балл, и как будет перевод в итоговый балл, который мы будем подавать в институт, и который будет у нас в сертификате? Баллы складываются так, по количеству заданий. В части А у нас 25 заданий, по одному баллу начисляется за каждый правильно отвеченный вопрос. И максимальная оценка, которую вы там можете получить, получает 25 баллов. Часть В оценивается немножко дороже. За каждое правильно выполненное задание ставится 2 балла. Если оно выполнено частично, ставится 1 балл. В общем, максимум, что вы можете получить за часть В – это 8 баллов. Ну и, наконец, часть С, где по 3 балла ставится за каждое задание, в сумме получается 18 баллов, и того 51. Но это вот те самые первичные или сырые баллы. И здесь очень важно представлять, что тот цифр, который вы видите в сертификате, она не соответствует процентам выполнения правильности задания. Самое главное у нас что, не получить двойку для самых, что не нанести простых абитуриентов, чтобы они имели шансы поступить в ВУЗ. И поэтому здесь задача довольно простая. Нужно правильно ответить на 10 вопросов. Это дает 33 балла. Соответственно, получается уже оценка 3. Если меньше, получается двойка. Система оценивания немножко неравномерна. И если посмотреть на шкалу перевода, видно, что те дети, которые полностью сделали часть А и часть Б, немножко в проигрыш. За эти 33 первичных балла вы получите всего 62 баллов в тесте. Но это, знаете, рекомендации, которые были в 2011 году, возможно, они частично изменятся в этом году. Но я думаю, что по количеству пороговых баллов на оценку 2 и остального перевода, изменений существенных вряд ли стоит ожидать. Сергей Васильевич, а вот в каком порядке лучше решать ЕГЭ? Или порядок не важен? Нет, порядок очень важен. Надо смотреть по ценности каждой части в итоговом балле. Как вы знаете, часть А приносит больше всего баллов 25. Поэтому начинать нужно именно с нее. Затем следует часть Б. И я думаю, что вот как они в задании идут, в принципе, достаточно органично. В таком порядке их и следует придерживаться. Но сразу говорю, что в пределах вот этой вот группы заданий, то есть в части А, например, в части Б или в части С, порядок решения самих заданий не так уж и важен. То есть там можно, ну скажем так, решать не с начала, а с конца. Потому что придерживаются в составлении заданий хронологического порядка изучения в школе. Поэтому темы последние, которые вы проходили, те темы, в которых вы наиболее хорошо себя чувствуете, они находятся на последних местах в этой части, понимаете? И поэтому вам может быть лучше, особенно это касается части С, начать с последних задач, поскольку это темы, которые были сравнительно недавно. А вот что вы советуете при решении вот самой большой части А? Значит, ну поскольку она решается самой первой, здесь важно ее выполнить максимально аккуратно. Максимально аккуратно, она самая большая по объему. Почти все задания, 21 задания, они строятся на знании формулировок и законов. Поэтому там выбор ответа происходит довольно быстро. И вот такая практическая рекомендация, если вы смотрите на задание и в течение 10 секунд не понимаете, о чем оно, вы его лучше пропустите. Когда вы всю часть А выполните, надо не откладывая, перенести ее в чистовик, в бланк ЕГЭ. Почему? Потому что, возможно, потом, когда вы будете заполнять, уже в спешке в цикноте, перед тем, как сдавать ваши листы, вы можете просто наошибаться. А здесь сделал свое дело, заполнил и отложил. Теперь, что касается тех заданий, которых вы не знаете. Дело в том, что физика построена так, ЕГЭ по физике построена так, что за неправильные ответы баллов не снимают. Поэтому в вашем случае, даже если вы не знаете правильный ответ, нужно постараться сыграть на интуиции. То есть какой-то из ответов вы должны будете выбрать. Потому что там есть вероятность, одна четвертая, что вы все-таки правильный ответ увидите. Ну и поэтому лучше их заполнить себе. То есть сначала вы заполняете те ответы, в которых вы уверены. Может быть, вы их еще перед этим проверите, поэтому не лишним пользоваться черновичком. А потом надо поставить те ответы, которые у вас остались пустыми. И здесь что еще? Нужно помнить про варианты отброса неправильных ответов. Когда вы прочитали задание, вы сначала просмотрите, какие формы ответов вам предлагаются. Есть еще одно задание части, на которое я бы хотел обратить на него ваше внимание. Это задание А21, которое проверяет знания и умения выпускника в той или иной форме оценивать погрешности. Оценивать, применять погрешности. Если это будет графическое задание, то решать его достаточно просто. Вот как оно на демонстрационном варианте, там предстоит определить необходимое значение ожидаемого напряжения по графику, который приведет. В этом случае я бы вам посоветовал нанести экспериментальные точки на сам график и потом взять линеечку, которой тоже разрешено пользоваться на экзамене по физике, и попытаться встроить ее в остальную ряд. Та точка, через которую линия будет проходить наиболее хорошо и является правильным для ответа. Константин Васильевич, вы сказали, что часть B состоит из четырех заданий. Насколько они важны? Насколько они важны? В частности, часть B сейчас представляет довольно большую долю в процентном отношении. Штамп с процентов баллов ЕГЭ формируется из части B. Кроме того, ответы части B не требуют представления их в развернутой форме. Как вы знаете, необходимо в части B представление в виде ответа в форме таблицы. Поэтому нужно же, конечно, после части A перейти к части B. Если смотреть по времени, то для школьника, который усердно занимался и который готов по всем темам по физике, часть A займет где-то от полчаса до 45 минут. Может быть, час не больше. Так вот, следующий час можно посвятить части B, потому что баллов она приносит довольно много, а ее выполнение не так-то уж и сложно. Что там? Вот сами задания, как вы знаете, подразумевает задание B1 и B2 выбор трех верных ответов из представленных. А задание B3 и B4, там нужно два правильных ответа дать. Баллы расставляются так. Если вы не делаете ни одной ошибки при выборе правильных ответов, вы получаете два балла. Если вы допускаете одну ошибку, вы получаете один балл. Если ошибок оказывается больше, разумеется, ваша оценка оказывается нулевой. Здесь в заданиях, что бы я посоветовал? На черновике провести более-менее подробные исследования по этим заданиям. Выписать формулы, которые имеют отношение к делу. Можно попробовать как-то погруппировать. И, разумеется, перед тем, как заносить итоговые ответы, нужно попытаться их написать и проанализировать. На этапе заполнения вы знаете, что если вдруг вы ошиблись, у вас есть возможность для отмены этих заданий. Ну, если вдруг какие-то проблемы там будут, легко обратиться к организатору, он вам подскажет, как это сделать. А, Сергей Васильевич, приведите какое-нибудь, например, задание части «Б». Хорошо. Я предлагаю рассмотреть один из вариантов, которые предложены по демонстрационному заданию, которое у нас выложено на сайте. Здесь четыре задания, которые есть. Я бы остановился на «Б1» и «Б4». Они отличаются количеством ответов, которые требуются приводить. То есть, в заданиях «Б1» и «Б2» предлагается три позиции для выбора. В заданиях «Б3» и «Б4» там предлагается две позиции для выбора правильного ответа. Допустим, задание «Б1», где вопрос устроится на тему термодинамика. Предлагается поизучать, что происходит с разреженным гелием. Как вы знаете, это одноатомный идеальный газ. И здесь шансов правильно ответить у школьника, который знает эту тему, очень много. Потому что все строится на первом законе термодинамики и на выражении для внутренней энергии идеального одноатомного газа. Поэтому, если вы их выпишите правильно и не ошибетесь, то дальше два балла у вас получится очень легко и просто. Что касается заданий «Б2» и «Б3», я бы хотел сказать, что здесь составители немножко отошли от традиционной формы хронологического процесса. Представление заданий, как это в части А, как это в части С. И здесь они идут немножко вперемешку, и поэтому «Б4» — это задание по электростатике. Оно может сбить с толку, поскольку является отчасти, отчасти оно является нестандартным, я бы сказал, даже олимпиадным. Дело в том, что заряженные тела, которые проходят в школе, когда разбирают этот раздел, обычно имеют хорошую симметрию. Это заряженные сферы, плоскости. А здесь там для решения заряженный кубик. Заряженный кубик — некая такая интересная конструкция. Здесь нужно просто помнить о симметрии. Я думаю, что при подготовке этот вопрос следует прямо специально отдельно проработать. И вспомнить, что внутри заряженного тела, если это тело проводящее в электростатике, поле просто не существует. Оно равно нулю напряженность этого поля. А снаружи можно применять принцип симметрии. То есть, если вы поворачиваете каким-то образом тело, допустим, если вы кубик повернете так, чтобы его грани перешли друг в друга, и при этом пространственное положение кубика не изменилось, то вот те точки, которые переходят друг в друга, их напряженность будет одинаковая. Катерина Сильевич, как правильно оформить задание развернутой части С? Часть С больше похожа на те самые классические задачи, которые вам готовят в школе. Поэтому там есть все предпосылки для того, чтобы вы оформили хорошо. Ну, начинать, разумеется, лучше всего с дано. Как-то это позволяет оценить тем, кто проверяет, насколько сам школьник представляет себе задачу. Сформулировать как-то вопрос в стандартной форме. Разумеется, нужно выделять начало и конец задачи. Что же касается оформлений детальных, здесь я бы вам посоветовал на сайте Министерства образования Российской Федерации посмотреть пример решений и разбор демонстрационного задания этого года. Там есть критерии, по которым они будут оцениваться. Ну, а по своему опыту что могу сказать? Очень хорошо, когда отдельные мысли, которые школьник хочет изложить в своей работе, он как-то выделяет. Ну, классический пример задачка по механике, которая требует применения двух законов сохранения. Закон о сохранении энергии, закон о сохранении импульса. Многие просто их записывают, никак их не комментируют. Это представляет определенные проблемы при проверке. Конечно, потом есть возможность апелляции у того, кто писал экзамен. Но лучше себя подстраховать сразу. Поэтому какие-то фрагменты можно прямо выделять словами. Например, начали писать закон о сохранении импульса, вы прямо так и можете написать. Начали писать закон о сохранении энергии, точно так же его ответить. Большое внимание уделяется представлению в форме рисунков. Если это задачка на законы Ньютона, желательно, чтобы там были нарисованы силы. Чтобы было показано, что вы понимаете, о чем пишете. В последнее время такая проблема, что очень часто ответ получается без каких-то промежуточных результатов. Это означает, что вы просто не переписали их из черновика. Поэтому нужно максимально подробно записать. Дело в том, что если вдруг вам не хватит вашего листа, который вам положен в стандартном пакете, организаторы вам должны выдать столько дополнительных, сколько вы пожелаете. Поэтому бумагу не экономьте. Пишите все, что там у вас... Ну не все, конечно, что в голову придет, да? А то, что имеет отношение к делу. Ну и самое главное, порядок решения и оформления части С, он не важен. Если вы хотите решать сначала С5, потом С1, потом С2, пожалуйста, вы так именно и делаете. И так именно и оформляйте. Главное, чтобы начало и конец решения был у вас выделен. Ну, чтобы это было заметно проверяющим. А в остальном, вот порядок оформления достаточно производит. Константин Васильевич, в задании С4, демонстрационного варианта, есть где-то? Объясните решение этого задания. Да, что касается диода, я не припомню, чтобы в части С встречался этот элемент. Дело в том, что это прибор, который достаточно бегло проходится в курсе школьной физики. Ну, по ряду причин, потому что полупроводники это вообще отдельно очень сложная тема. Но здесь надо помнить, что это прибор, который обладает досторонней проводимостью. То есть в одном направлении, которое определяется стрелкой, этот прибор пропускает электрический ток, в другом он не пропускает. Поэтому, если, Данил, разбирать конкретно пример, который есть в демонстрационном варианте, здесь следует понимать вот так. Если мы подадим полярность одним образом, то есть, допустим, на контакт, там мы подадим положительное напряжение, на В, мы подадим отрицательное напряжение, то пропускать электрический ток будет только тот диод, который включен последовательно с резистором R2. Если мы полярность напряжения поменяем, то у нас, соответственно, будет пропускать ток только диод, который включен последовательно с резистором R1. Ну, а дальше диод можно просто из схемы удалить, поскольку, как вы знаете, он имеет очень маленькое сопротивление при протекании тока в прямом направлении. И решать обычную задачку про резистор, по которому протекает электрический ток. Если прогнозировать, что такая же задачка будет встретиться вам на настоящем экзамене, который будет в июне, я думаю, что надо попробовать разные вариации расположения диодов и резисторов в таких вот схемах. Прямо отдельно посмотреть такой тип задачи, если он у вас представляет некоторые проблемы. Еще я бы обратил ваше внимание на задание Ц6, в котором потребуется применить знание такого специфического раздела, как специальный теория относительности. Проходили вы его достаточно давно. Может быть, вы, конечно, будете повторять самостоятельно перед тем, как сдавать экзамен. Но здесь есть тоже некоторые тонкости, которые нужно помнить. О том, что формулы классические, которые применяют для кинетической энергии, для импульса, они здесь не сработают. Нужно будет применять другие формулы, которые вам нужно будет вспомнить. Прежде всего, это зависимость массы от скорости движения частиц. Ну и, кроме того, некоторые другие положения о том, что кинетическая энергия, не равная в квадрате пополам, определяется как разность полной энергии частиц и энергии покоя. Также есть такие объекты, как гомма-кванты. Но вот эта тема, наверное, вам более знакома, поскольку это то, что вы как раз сейчас проходите в программе «Школьной физики». Который Владимир Васильевич, до ЕГЭ осталось три месяца. Какие практические советы вы можете нам дать? Ну, я бы вам посоветовал три вещи. Первое. Внимательно разобрать демонстрационный вариант. Вот как показывает опыт предыдущих лет, почти половина заданий части А, части В, возможно, даже части С, те, которые будут у вас на реальном экзамене в июне, они соответствуют демонстрационному варианту. Поэтому нужно будет очень подробно его разобрать, пропишать. Кроме того, нужно посмотреть на структивные письма, которые выложены там же. Там есть кодификатор, то есть документ, в соответствии с которым строится задание. Там можно посмотреть, какие темы точно будут вынесены на экзамен, какие темы там не будут, потому что не все из того, что проходится в школе, конечно, выносится на экзамен. Это вот что касается первого совета. Второе. Как вы понимаете, говорить на иностранном языке может только тот, кто иностранные слова знает. То же самое касается физики. Если вы хотите ответить на экзамене максимально полно, вам нужно выучить формулировки, записать формулу, поэтому можно завести себе блокнотик небольшой, в который просто выписать все формулы по тем разделам, которые вынесли на экзамен, прям в соответствии с кодификатором, и попытаться его позубрить. Здесь ничего плохого в этом слове я не вижу. Надо, чтобы эти формулы у вас были в памяти. Ну и, наконец, третье. Как можно больше решать. Только тот спортсмен показывает высокие результаты, которые постоянно тренируются. Поэтому надо раздобыть все возможные варианты, которые вам попадутся. Желательно с ответами, потому что иначе придется терзать своего школьного учителя физики с просьбами о помощи. А так с ответами вы вполне можете сами попробовать разобраться и хорошо подготовиться к этому сложному экзамену. Спасибо, Константин Васильевич, за советы, для сдачи. Ну и вам спасибо за участие в нашей программе. Желаю вам удачной сдачи и максимального балла. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok